и продолжаем изучать благодарность благодарность как главное можно сказать главная часть потому что все что всевышний в этом мире создал он создал для так для нас и получается что если мы его не благодарим то мы не выполняем цель вообще сотворения мира и получается что благодарна самая важная вещь поэтому спасибо вам огромное что вы пришли спасибо всевышнему что есть у нас возможность проводить урок спасибо всевышнему что книги есть до что мы не живем в эпоху когда если бы я хотел провести урок не нужно было бы взять такую каменную доску и выбивать там буквы спасибо за все что дает нам возможность как учиться всевышний прям нас поместил в теплицу мы живем в теплице в тепличное время и так значит мы дошли уже до 33 урока до 33 урока которая и по книге равшалома руша которая называется сад благодарности спасибо ему тоже огромное что он нам такую книжку прекрасно подготовил и вот здесь продолжает он сегодня разбирать вчерашнюю нашу ситуацию когда яков про отец яков истраэль он пришел к лавану голые боссы с позором он говорит что здесь хорошего вот что здесь хорошего здесь ничего хорошего нет но то есть по факту разум он абсолютно правильно оценивает ситуацию и разум говорит ничего хорошего нет и в этот момент когда разум говорит ничего хорошего нет включается вера а вера говорит но все что делает всевышний это добро все к лучшему и вот тут как раз вот вот на этом выборе на этом как сложнейшем моменте и проявляется вот это вот сила которая соединяется всевышнему его чудесном проявлении то есть проявление всевышнего природная да вот все что мы наблюдаем это все проявление всевышнего и формальная вот такая вот формальная логика формальная логика формальная физика формальная химия формальная там биология это все проявление всевышнего но вот это вот вся формальная Формализованное проявление базируется на творении. Творец это тот, который создал эту систему и который лежит внутри этой системы в виде, как ученые, которые глубже копают, они вдруг нашли в последние буквально столетия, нашли атомы, нашли в глубже атомах какие-то электроны и так далее. То есть они находят кварки какие-то, находят еще глубже, еще глубже, еще глубже. И там какая-то вообще непонятная энергетика, которая показывает, что вот эта вот структурированная вселенная, которую мы видим, а ее вообще нет, потому что мы ее же, как мы ее видим? А это же сигнал, который сейчас вы слышите, это идет колебание воздуха, которое заходит вам в ухо, бьет по мембране. Мембрана, она что-то там шевелится и создает какой-то электрохимический импульс, который идет по миллиардам нейронов. И в глаз тоже свет заходит, там хрусталик, он туда-сюда, потом доходит до глазного нерва, и в глазном нерве нету, там света даже нет. В глазном нерве внутри нету света. А что есть в глазном нерве внутри? Есть электрохимический опять же импульс. И вот эти вот электрохимические импульсы из уха, из глаза, они соединяются внутри с теми электрохимическими импульсами, которые когда-то туда вошли в виде прошлого опыта, воспоминания тела и так далее. И человек, он воспринимает какую-то картинку, да. Это чудо, это полнейшее чудо, которое, если его осознать и понять, что это Всевышний, тот, кто делает все это чудо, то есть он поддерживает существование этого чудесного мира, даже в виде его формальной модели, которую мы привыкли видеть, признавать и осознавать, то вот здесь, в этот момент, как раз и наступает вот эта вот точка выбора, то есть в каком мире ты живешь. Или ты живешь в мире чудесном, где Бог-творец, который все это создает в эту секунду, и в тот момент, когда ты это осознаешь, то, что ты выходишь совершенно, как бы включается новая реальность, то есть это есть такой переход, там его называют в просветление, сатори его называют, еще какие-то, то есть ты дышь, и ты оказываешься в каком-то абсолютно другом пространстве, и вот здесь говорит нам Равшаламаруш, он говорит, смотрите, по логике, с якого мне было ничего хорошего, но что, а поверим все к лучшему, обратите внимание, не разумом видится, что все к лучшему, но нужно верить, что все к лучшему, то есть разум в голове складывает факты, вот я пришел, денег нет, жены нет, там вообще ничего нет, вот он все, ничего у меня нет, это разум, а вера, она говорит, и отлично, значит, все к лучшему, Бог точно мне приготовил какую-то супер-мега жизнь, что мне, он же мне обещал, что я вернусь, и все будет хорошо, значит, все будет хорошо, все, и тут эта вера, она сильнее, чем разум, то есть она сильнее, чем формальная оценка ситуации, и Яков через веру удостаивается связи со Всевышним, который вот в его вот этом проявлении творит создатель реальности, и Всевышний для него создает ту реальность, в которую Яков верит, понятно, да? Дальше на эту идею объясняет с нескольких сторон, что тот, кто пытается увидеть в своих бедах благо, убедить себя, что это к добру, то он говорит, это не работает, то есть нужна именно акт веры, то есть я вижу, что это плохо, я вижу, что там болит, я вижу, что это так, но я верю, что все к лучшему, и Всевышний, есть известная история, когда Рэбзусе, у него были ученики, и какая-то была у него, он должен был отдать какую-то большую сумму денег с утра, и у него не было, и ученики говорят, а как вы не переживаете, вот как в таких ситуациях себя вести? Рэбзусе говорит, ну как, я верю, что Бог, он все делает к лучшему, он что-то для меня сделает, надо отдать деньги, отдам, не надо, не отдам, говорит, ну я должен отдать, но, говорит, у меня нету, это факт, а как будет, говорит, я не знаю. И он им предложил упражнение, где он им предложил написать на бумажечке, каким образом Всевышний может до утра организовать ему деньги. И, значит, они все написали свои какие-то предположения на листиках, и сложили все это, спрятали. И Рэбзусе тоже написал свою записочку. Сложили они все это, на следующее утро каким-то чудесным образом появляется какой-то человек, в общем, появляются деньги, он отдает эти деньги, и это было, поднимают они все записки. Ну, все предположения учеников оказались неправильными. Открывают записку Рэбзусе, а Рэбзусе пишет, Бог не нуждается в советах Рэбзусе, как решить ситуацию Рэбзусе. То есть он говорит, чего буду своей логикой пытаться понять логику Всевышнего, который Всевышний, Творец Мироздания. И вот эту мысль примерно доказывает Раф Шалом Аруш, объясняет, не доказывает, он объясняет. Человек на сто процентов прав, понимая, что происходит что-то плохое, но несмотря на его правильное, разумное понимание, нужно верить, что все к лучшему. И в этом и есть вот этот вот ключ, который включает другой совершенно режим событий в жизни, который тот, кто верит, у него включается, это называется на иврите Ашгаха Пратит, индивидуальное проведение одного уровня. Тот, кто верит, что все будет плохо, он говорит, ну я верю, все уже, все проехали. И значит, у него включается другого уровня. Понятно, да? И он говорит, в конечном счете человек должен говорить, я понимаю, что все очень нехорошо. И я на сто процентов прав воспринимаю это именно так. Но я верю, что все к лучшему. Я знаю, что со мной происходит нечто ужасное, и это действительно плохо. Но я верую, полной верой, что все, что делается со мной, все, что делает со мной Всевышним, все к лучшему. И это вот как раз путь к чуду. Значит, ничего не понимаю, ничего не понимаю, он тут предлагает песню, только верю, только верю, все к лучшему. Как это работает, не знаю. Но, таким образом, крайне неприятная ситуация оборачивается великим благом, как мы видели на примере про отца Якова. Нужно опираться лишь на веру, тогда ты сможешь благодарить и славить Всевышнего в любой ситуации, и тем самым смягчишь все приговоры, и своими глазами увидишь чудесное спасение и благо. Я сегодня вспоминал как раз исход из Египта. Вот как это было, давайте посмотрим. Значит, весь этот народ живет в страдании, в рабстве. Убивают детей, но полное, ниже некуда, полное страдание. Тут приходит Машер Абей, он в 20 лет убежал из Египта, он убил египтянина тогда и убежал. Приходит он, ему уже 80 лет. И говорит, меня послал Всевышний, значит, что пришло время выходить из Египта. Они говорят, да ну какое время, куда выходить? Мы рабы уже тут 200 лет, но как мы выйдем вообще? Он говорит, Всевышний мне сказал, у меня нет вопросов. Сказал, я делаю. И он начинает египетские казни. Вода превращается в кровь, лягушки вылазят из Нила, земля превращается в овшей. В общем, какие-то начинаются совершенно катаклизмы, вообще дитие катаклизмы. Народ Израиля, который в то время, они выросли в рабстве, их родители выросли в рабстве, родители их родители выросли в рабстве. Несколько поколений. Они не верят, что может что-то произойти хорошее. И в итоге, когда наступает вот этот вот момент, когда говорит Машер Абей перед Песохом, а теперь возьмите ягненка, будем приносить ягненка в жертву. А ягненок, это для них был идол, которому они поклонялись, как священная корова в Индии. И здесь тоже, те, которые боялись, они говорят, не, ну вы что, ну как мы можем, ну как, это же их, как бы их едал. Те, которые уже поверили, они говорят, все, значит, взяли этого ягненка. Через четыре дня принесли жертву Песоха, этого ягненка, зажарили его на огне, съели, взяли мацу и ушли. Теперь за ними гонятся египтяне, море, Красное море. Они стоят что, куда, где, страшно, стресс, сзади армия, спереди море, тут скалы. И тут, значит, Маша говорит, идем в море. Они как, куда, они в море, значит, проходят в море, море расступается, они идут, им открывается пророчество. Они попадают в измененное состояние сознания, они видят, реально видят все духовные миры, там ангелы, все, все. Они идут сквозь море, поют песни Азия-Шер-Мушевна-Исраэль, то есть есть песни, которые они пели тогда, все. Выходят они из моря, и опять, то есть их состояние меняется, они возвращаются в привычную формальную логику. Вот так же мы с вами, мы живем с вами в привычной логике, которая, откуда нам взялась эта логика, откуда. Нам кто-то ее объяснил, эту логику. Тоже мы поверили, что дважды два четыре, просто на веру взяли. Никто же не проверял в школе, что дважды два четыре, да, то есть. Как-то просто поверили, что А это А, Б это Б, Г это Г, Д это Д, там, и так далее. Поверили, что, значит, ну и так далее. Каждый из нас принял на веру какие-то исходные аксиомы, хотя это были теории о том, кто такой человек, ради чего надо жить. Какой-то Дарвин вообще, кто Дарвина этого видел вживую? Никто Дарвина не видел. Писем его никто не читал, книг его никто не читал. Нам в школе объяснила какая-то, я помню, у меня учительница была, а я ей говорю, а я не верю в Дарвина. Вот я был тогда в шестом классе, как сейчас помню. И я просто ей сказал, я не верю в этого Дарвина. И я не помню, я помню, что я просто, может быть, хотел с ней поспорить или еще что-то. У меня была такая черта, я любил спорить с детства с учителями, с лидерами такими. У меня было, вот я как бы восставал против формальных лидеров. Откуда они знают, как правильно? Почему должен какой-то человек идти и начинать войну с другим государством, потому что ему так кажется? То есть идти на эту войну должны все остальные люди. То есть мы живем в рамках формальной логики, но эта формальная логика не работает. И нам Равшалом Аруш предлагает другую совершенно систему. Он говорит, вера, вера во Всевышнего, вера в его любовь, вера, что все будет хорошо, вера в то, что есть система, по которой надо жить, например, те же 10 заповедей. Вот это законы, это прекрасные 10 законы. Кто-то скажет, а я не верю в 10 заповедей. Отлично, а во что ты веришь? То есть в том-то все и дело, что человек не может без веры. Любой человек своей верой живет. Только один верит в Дарвина, второй верит в Машера Бейну. Один верит в... Кого он верит еще, может быть? Один верит в Бога, да, Творца Мироздания. Другой верит в вот этого Хопкинса такого на тележечке, который глазом моргает. И никто его книжек не читал, но ссылаются, что тоже он, типа, а он не был верующий. А может, он и был верующий. Мы же не знаем, он же глазом моргал. Отчем-то моргал глазом, непонятно. В общем, каждый человек живет своей верой. Жизнь человека – это следствие его веры. Каждому по вере его воздается. Это факт. И мы все живем в мире веры, только мы верим в какую-то системку такую, да, каждый в свою. И теперь у нас есть сейчас выход в первое, то, что называется врата благодарности. Это выход в духовную реальность. Это как бы вход во дворец Всевышнего. Я благодарен Всевышнему за все, что есть. И я верю, что меня ждет только хорошее. Все. Два вот этих вот фактора, такие, да, как аксиомы, или даже это возьмем теории, исходные предпосылки создают человеку невероятное качество жизни в этом мире. То есть, когда ты благодарен, и ты видишь во всем хорошее в своей жизни, в своем окружении, в том, что у тебя есть. Тебе хорошо. То есть, тебя прям реально на физиологическом уровне вставляют от благодарности. Отношения с людьми. Идеальный, благодарный человек. Его все любят. И со Всевышним благодарность открывает врата спасения, врата молитвы. Все-все-все открывается. Это то, что сегодня мы узнали. То есть, мы узнаем сейчас здесь такие, знаете, вот эти вот, ну, это лайфхак, можно сказать, да. То есть, когда тебе плохо, но ты веришь, что все к лучшему, открывается совершенно какое-то чудесное спасение. Если тебе плохо, и ты веришь, что тебе плохо, и все к худшему, то тебе даже откроется чудесное спасение. Ты скажешь, не-не-не, это же нереально. Не, ну куда, ну что, кто меня спасет? Вот, лодка, давай, не-не-не, не надо, там, это, не надо. Выздороветь можно, ну смотри, вот же, вот же написано, вот выздоровел, вот. Да не-не-не-не, это не для меня. Так начни заниматься спортом, вот, не-не-не-не, я не верю, это сумасшедшее занимается. Начни соблюдать заповеди, не-не, ну что буду этим мракобесом. То есть человек своим неверием, он закрывает себе все двери, все возможности. Теперь книжечка вторая, которую мы изучаем, это книга Кравзелега Плистина. И сегодня он говорит такую вещь, что благодарить нужно за inspiration. Gratitude for inspiration. Значит, тогда вот я честно скажу, я же английский знаю, ну так, как сказать, поверхность. Очень поверхность. Тогда объясните мне, чем отличается Gratitude for encouragement. Encouragement, это был предыдущий урок, а это Gratitude for inspiration. Я думал, что Encouragement, это и есть inspiration. Но сейчас я понимаю, что Encouragement, это что-то другое, раз это две разные главы. То есть кураж, это смелость, Encouragement, это как бы побудить к действию, ну побудить к смелости. А Inspiration, это от слова Spirit, душа. Да? Inspiration, это воодушевить, вдохновить. Правильно? Если я понимаю. Кто хорошо знает английский, кто знает хорошо английский, напишите, пожалуйста, нам, людям, знающим хуже, чем отличается Encouragement от Inspiration. Ну вот да, если кто-то напишет, будет хорошо. Encouragement от Inspiration, чем отличается? Да. Хорошо, так что он нам советует, почему благодарить за Inspiration? Он рассказывает такую вещь интересную. Начинает он со случая. Был такой один раввин, который пригласил, это было около ста лет назад, был такой раби Исер Зальман Мельцер. Он его пригласил, он его пригласил, этого пожилого очень раввина, пригласил его на барминцев своего сына в субботу. В то время в Иерусалиме, в то время в Иерусалиме надо же было ходить пешком, не было трамваев, не было никаких там средств передвижения. Это суббота. Даже если были ослики и тележки, в субботу нельзя было ездить. И вот этот пожилой раввин, было ему далеко очень идти, но когда он его пригласил, он ему, знаете, что сказал? Он его пригласил. И пожилой раввин сказал ему, it's already the bar mitzvah of your son. О, уже сейчас бар mitzvah твоего сына. Время бежит очень быстро. И это удивительно, как летит время, как летит жизнь. То есть, он помнил этого своего ученика еще ребенком, а сейчас этот ребенок уже женат, и у него бар mitzvah своего сына. И вот, значит, тот его пригласил из вежливости и не думал, что тот придет. Encouragement это поощрение, говорит Максим, а вдохновение это inspiration. Хорошо. И вот, значит, в этой истории, что нужно благодарить за inspiration, в этой истории раввин пожилой пришел к нему все-таки на эту барминцеву, хотя было очень далеко идти. И тот его спрашивает, а, говорит, как же ты пришел, как же вы пришли, это же очень тяжело все. А этот раввин говорит, ты знаешь, когда мы с тобой вчера поговорили, я твоего, вот, когда ты меня пригласил, я сказал, вот, что жизнь, время очень быстро идет и так далее, я получил очень большой такой инсайд внутри, у меня было большое вдохновение, я начал на эту тему думать и так далее, у меня очень пришло там много хороших мыслей. Я благодарен тебе за то, что ты меня пригласил, что это меня вдохновило на размышления, которые я очень рад этим размышлениям. И, говорит, я уже не мог не прийти, потому что это была как раз благодарность. Я вспоминаю сейчас Равыцкого Газильбера, где хранится Дикливераха, он был уже очень пожилым, но он всегда ходил на барминцевы, на свадьбы, он приходил, хотя это было очень ему тяжело, он приходил. Почему? Он знал, насколько это важно для человека, молодая пара, то есть, он это делал для того, чтобы реально поддержать и дать вот этот вот момент поддержания, уважения. Теперь, что интересно, вот, я у него учился там 4 года, ходил к нему на уроке и так далее, он тоже был на нашей хупе, на нашей свадьбе с женой. Мы были на брите, как раз первого ребенка. И вот я вспоминаю, вот почему, чем отличается от садик? Он именно хорошим отношением, таким, что он в тебя вкладывает, ты ему ничем не можешь вернуть, ты ничего не можешь для него сделать. Но он вкладывает в каждого вот это добро, в каждого он вкладывает внимание, добро, желание помочь и так далее. Но он ни от кого ничего не берет, ни от кого ничего не получает. И потом, вот он уже ушел из этого мира в 2004 году. Я был как раз вчера, вчера, позавчера, один парень из Ешивы женился, и потом 7 дней ему дома делают, делают, как это называется, 7 благословений. И вечером, ну как трапеза такая, да, праздничная. И тут рядом Раваре Кацин, он пригласил как раз этих ребят, и я тоже пришел, этот парень меня пригласил. И я пришел туда поздравить, и выступал тоже один из учеников Равзильбера, и тоже он рассказывал историю из жизни Равыцка, как это было. И я понял, вот насколько он оставил своим просто добром, вот этим вот вдохновением, тем, что он каждого хотел поддержать, вдохновить, дать ему чуть-чуть хорошего настроения, радости. То есть он создал такой объем добра в мире, что уже с 2004 года, 18 лет, его вспоминают десятки тысяч людей с благодарностью. И это вот очень важно, то, что он сказал, gratitude, благодарность за вдохновение. То есть, в принципе, если вспомнить всех тех людей, которые делали нам добро, и тех людей, которые нас вдохновляли на пути в жизни. Но он в конце делает удивительный вывод. Он говорит, это надо понять, чтобы их поблагодарить. Лучшей благодарностью для них является самому вдохновлять других. Понять всю вот эту вот силу вдохновения, всю силу доброго слова, всю силу комплимента, всю силу какой-то такой вот прийти, поддержать, проведать. То есть, когда мы благодарны за inspiration и encouragement, спасибо Максиму огромное за перевод, то в первую очередь нужно понять, что какая у нас есть сила простым словом, простым вниманием дать людям огромное количество добра. И вот это вот главный вывод из этих двух уроков вчера и сегодня, что когда вы сами благодарны людям, а невозможно быть неблагодарным за encouragement, да, это поддержка, дать уверенность, дать надежду, inspiration, вдохновить, стимулировать что-то делать. То есть, если кто-то это делает для вас, то вы благодарны. Но вы тут же понимаете, насколько это просто при желании вдохновить и поддержать других. И вы начинаете в них вкладывать свое добро. А каждый из нас является в этом мире проводником добра. То есть, мы все получаем равновесие, да, все должно быть уравновешено. Если ты только получаешь, не отдаешь, то в какой-то момент это все перекрывается. Если ты отдаешь, 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 то Всевышний, Он тебя восполняет. Это не ты отдаешь, это Он через тебя отдает. То есть, ты становишься проводником добра Всевышнего. И так как Всевышний бесконечный, и ты делаешь это добро, а вдохновить, поддержать это же слово, это просто нужно намерение, желание, и все, и сделал, улыбнулся, сказал спасибо, ты молодец, комплимент, ты хорошо выглядишь, так сегодня хорошо, там замечательно, продавец, какой у вас порядок на кассе, спасибо вам огромное и так далее. То есть, искренняя похвала и вдохновение и поддержка, вы можете в день создавать столько добра, что Всевышний просто вам восполнит это тысячекратно. Все, дорогие друзья, всем удачи и успехов, спасибо огромное. Шаббат шалом, то есть скоро наступает шаббат. Значит, чтобы был у нас шалом, чтобы был шалом во всем мире, чтобы все добрые, хорошие люди вернулись домой, чтобы все солдаты, которых гонят, чтобы они убивали, или сами они идут, чтобы все вернулись добрые, хорошие люди, должны вернуться домой. Или мы не знаем точно, ну, я не хочу сейчас вдаваться в детали, я просто хочу, чтобы все добрые, хорошие люди, которые хотят добра другим, чтобы Всевышний их сохранил, спас, чтобы все они были здоровы и счастливы, чтобы закончились войны, и чтобы мы спокойно, радостно встречали шаббат, чтобы был шаббат шалом, чтобы был шалом во всем мире, шалом в душе, шалом в семьях, шалом с близкими, чтобы мы с вами постарались сделать сегодня максимум шалома, и за счет нашего с вами благодарности и шалома, чтобы наступил шалом в Израиле, в Украине и во всем мире. Все, всем удачи, успехов, чтобы в пленной, сейчас, представляете, люди находятся, заложники в плену, дети, 30-40 детей, около 40 детей находятся в заложниках, страшно, в тюрьме женщины, смотрите, чтобы все вернулись домой сегодня. Вся прям сила от урока я отдаю, чтобы все они вернулись домой сегодня, чтобы Всевышний сделал чудо. Я верю, все к лучшему, как мы сегодня выучили, верю, бэмунаш лэма, полная вера, что все к лучшему, и заложники вернуться домой сегодня, максимум в ближайшее время. Все, удачи, успехов, до воскресенья.